МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши и передача след в истории. В 3-е воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. В этом году он приходится на 21-е число, канун начала Великой Отечественной войны. Так что речь в нашей передаче пройдет о том, какой след в военных летописях оставили врачи, медсестры, фельдшеры, санитары из Чуваши. В Канажском городском музее хранится коллекция старых снимков. Такой своеобразный госпитальный фотоотчет. В основном портреты врачей. Кого только не забросила в Канаж война. По воспоминаниям Карушкина Антонина Алексеевна, она была начальником 1-го хирургического отделения. То есть была, конечно, очень такая тяжелая, кропотливая работа, потому что не хватало хирургов, приходилось учиться делать операции. То есть и стоматологи, и терапевты, они все вставали к операционным столам и учились делать операции. Поэтому, конечно, и жители города, естественно, с одной стороны увеличиваются, потому что кто-то уходил на фронт, а кто-то, наоборот, был эвакуирован в наш город. И вот так получалось, что мой город и рос, и вот уменьшался. Когда один госпиталь перестал справляться с количеством раненых, открыли еще в здании школы номер 8. Ивакогоспиталь номер 3070 имел ортопедический профиль. Но именно в Канаше врачи санитарных поездов частенько оставляли самых тяжелых раненых, кого нельзя было вести дальше. В Ивакогоспитале номер 3070 лечился после третьего тяжелого ранения дед Владимир Ефимов. Владимир Васильевич с братом разыскали немало сведений о боевом пути деда Матвея. Мои племяшки, тоже, это наш деда, иногда такое сказали, что как будто наш дед служил в разведке, как называется, штрафбате. И это мне было очень обидно. И вот я после этого начал искать все-таки документы. А мой дед, он умер давно, в 1976 году. Умер там, потому что все-таки было ранений, у него очень много было. У него три ранения, одна тяжелая. И я поставил цель все-таки найти, доказать, что у меня дед настоящий мужик. Почему настоящий мужик? Потому что когда мы его хоронили, это я до сих пор помню, он просил, чтобы похоронили его именно с этим орденом Красной Звезды. Он его очень уважал, потому что он его считал и ценил, потому что это его кровью было завоевано. И он получил это достойно, я помню. И когда занялся поиском, мы вот с сыном тоже искали это, с братом искали. Выяснилось, что оказывается, у нас же хороший, нормальный человек. И он, оказывается, служил в гвардейской дивизии. Третьим белорусским закончил, там уже тяжелый район не получил. Не всем довелось вернуться. Иногда врачи оказывались бессильны. Но надо заметить, что статистика в госпитале номер 3070 была очень неплохая. Люди в белых халатах хорошо знали свое дело и готовы были сражаться за каждую жизнь до победы. Во всех смыслах этого слова. Впрочем, после мая 45-го госпиталь работал еще три года. Любой госпиталь – это персонал. Те врачи, которые работали у нас в период военной, кто-то вернулся, а кто-то остался работать здесь. И я бы хотела обратить внимание на военврача Горева Вера Александровна. Та удивительная женщина, которая у нас не просто была врачом, но еще заведовала хирургическим отделением. Обычная жизнь. Обычная жизнь. Люди со своими проблемами, со своими эмоциями. Сачава, например, говорила о том, что госпиталь работает, но почему-то он функционировал достаточно долгое время. Но упоминала о том, что местные власти почему-то не оказывают поддержку, не в должной мере проговорил. Он может быть с обидой. В то время можно понять, потому что самим-то наверняка местным властям было не до того. И свои проблемы нужно было решать. Ну, Сачава говорит о том, что больные, как раз говорит о том, что несмотря на то, что у нас госпиталь для ветеранов, для инвалидов войны, они оказывали помощь городу, помогали в благоустройстве, помогали. Ну и, естественно, ждали ответы на какую-то реакцию со стороны города. Сегодня даже первоклассники знают, здесь в самом большом классе была операционная. Там перевязочная, палаты, процедурные кабинеты. А еще они помнят наизусть имена с этого стенда. В июне 1941 года почти весь выпускной класс во главе с классным руководителем ушли на фронт. По этим министерским коридорам, представьте себе, тоже бегали медсестры и прогуливались раненые. Ивакогоспиталь номер 3058 был открыт в школе номер 6 и рассчитан на 250 мест. Фактически доходило до 400. А всего в столице Чувашия было развернуто 4 Ивакогоспиталя. Бывший трахоматозный институт на улице Сеспеля даже переоборудовать не пришлось. Разница лишь в том, что в больничных палатах стало больше коек, а в операционных чаще проводились операции. Сегодня здесь разместился музей истории медицины Чувашии. Первые два зала посвящены Великой Отечественной войне. Здесь мы представим перед вами маленький интерьер. Фрагмент интерьера по научному будет. Палата Ивакогоспиталя. Ну вот те самые окна, которые представим перед вами того периода. Ну вот китель представив, мы перед вами здесь. Все предметы подлинные. Все это найдено в наших больницах. Оборудование, личные вещи, медицинские препараты – все это подлинное. Именно на такой керосинке стерилизовали инструменты. Вот в таких лотках. И именно в таких флаконах развозили по Ивакогоспиталям препараты, изготовленные Чебоксарской станцией переливания крови. Кстати, в 1940 году количество взятой крови было 24 литра. В 1941 – 97, в 1942 – 850, а в 1943 – свыше 4000 литров. Донорами были в основном чебоксарские женщины. Вообще жители Чувашии помогали работникам Ивакогоспиталей чем могли. Ухаживали за раненными, делились с ними продуктами и одеждой, собирали лекарственные травы. За всю войну было заготовлено свыше 40 тонн полезных растений. Но всех спасти все равно не удалось. На этих плитах имена 86 солдат и офицеров, скончавшихся в чебоксарских госпиталях. Чебоксарец Николай Садиков приходит к братской могиле каждый год, и не только 9 мая. Справа на плите, четвертый сверху, его родной дядя-уроженец Ядренского района Иван Степанович Садиков. Правда, покоится он чуть дальше, на соседней аллее, там, где хоронили всех умерших в госпиталях. С годами памятные знаки на могилах исчезли, и захоронения едва не превратились в безымянные. Фамилии для общего памятника восстанавливали по архивным документам. Но в семье Садиковых всегда знали, где похоронен их герой. Я знаю, что вот он получил на фронте тяжелые ранения, и оказался вот здесь, в Чебоксарском госпитале. Некоторое время он лежал в этом госпитале и умер от ран тяжелых. Много в вашей семье мужчин были? Дед мой, дед, и вот Иван Степанович, и Михаил Степанович, который погиб под Зубцовым. Так что вот трое. В этом году в Чебоксаро из Башкирии приехала и Нина Тимофеевна Зотова с племянницей. Не так давно женщины выяснили, их отец и дед похоронен здесь, на кладбище по улице Богдана Хмельницкого. Он погиб в 44-м году, 5-го мая, в госпитале 3056. Здесь был госпиталь эвакуированный. Вот мы нашли, ну, за долгие годы искали, конечно, нашли. И вот приехали специально поклониться, значит, захоронению вот этому, возложить цветы. Сердце останавливается. Невозможно. Это был отец. Мне было всего 5 лет, когда мы получили похоронку. Мать получила похоронку в 45-м. И она, конечно, от горя слегла и надолго. А жили мы очень в те годы тяжело. Тяжело жили. Ну, потом нам пенсию дали, конечно, за погибшего отца получали. Но детство было чересчур тяжелым. Уже нас, детей войны-то уже многие ушли из жизни. Осталось не так много. Детей войны-то осталось совсем мало ведь. И вот некоторые до сих пор ищут своих родственников, ненайденных, погибших или пропавших без вести. Ищут. Но я рада, что я нашла хотя бы, где он захоронен. А вот где похоронены медики из Чувашии, не вернувшиеся с фронтов Великой Отечественной войны, сказать трудно. Дай Бог, чтобы к их могилам, пусть даже безымянным, всегда приходили благодарные потомки. Понятно, что в нашей программе мы не сможем рассказать о всех госпиталях и о всех медиках Чувашии. Подробную интересную информацию можно найти в Музее истории медицины и в специальных изданиях. Единственное, чего нам не удалось, это разыскать людей, которые в годы войны были добровольными помощниками в госпиталях. Помогали ухаживать за ранеными, читали им книги, писали письма, приходили с концертами. Если вы знаете таких людей или сами можете рассказать о том, как все было, напишите или позвоните к нам в редакцию. Мы ждем ваших сообщений. А пока всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok